Мама, вы можете меня не стесняться? У нас во время тебя просто... И не такое, но... Это как приказка, наездите! Вы идите, папа, наездите? Я не видел! Итак, Мария, вы не отправляетесь на кухню. Там вы найдете в буфете все, что нужно. Тарелки, вилки, люки, чашки, во фурнале. Ну что вы среки, Мария? Ой, иногда я воображаю себя сказочным принципом. Идите, и на просьбе стол на четыре персоны. Надеюсь, на стол накрывать умеете. Это было смешно. Нельзя сказать, что это идеально, типа гормышля. Да это все из-за этих тетях и ряды Плоренса, которая должна была квартиру освободить еще в субботу. Я уже пригласил к Орлеху. Ничего из меня не могу. Тебе что-то не нравится? Да, мне все нравится. Это просто лучший день моей жизни. Ой, да вечно ты всем недоволен. Все не складывается, как мы хотели. Как ты хотела же, Невана. Как бы там ни было, ты скоро женишься на одной из самых богатых наследниц Парижа. Клибет, только об этом и мечтая. Молодой, дорогая, не назвательный мне Клибет. Как ты хочешь, чтобы я его называла? И тебе уже сто раз говорят, что мне крайне приятно послушать у тебя его религия, поскольку я не могу не знать, что он творит любовь. Любовник, сразу какие слова. Ты мой любовник, а он просто помогает мне справляться с моими жизненными трудностями. Так вот, если говорить о твоих жизненных трудностях, потрудись с ним напоминать мне о нем. Ну, поневоле приходится поскорить. Ты скоро женишься на его дочери. Ах, я еще не сказал последнего слова, Женеве. Снова начинаю. А, Женеве, вот ты говоришь, что ты любишь меня, а сама хочешь, чтобы я женился на домчине твоего любовника. Да еще раз повторяю тебе, он мне не любовник. Но поскольку мы вдвоем не можем существовать ни на мои заработки манекенщиц, ни на доходной продажах артист, на которые не продаются, то я вынуждена. А щетки? Да, о чем ты говоришь? Ты продал всего три! К тому же, продаю с головы щеток, это не пропись, я уж лучше бы пылесосы продавал. Лега беда, начало же, не дело. Ты все время требуешь, чтобы я с ним рассталась. Но когда ты женишься на его дочери, у тебя будет очень много денег, моими трудностями будешь заниматься ты. Необходимо встречаться с ним, отпадет самая с собой. Как здоровьешь, мне ее уже не верится. А, не будешь переживать из-за того, что я... Да она какая дура, если бы плюс к своим деньгам, она была бы красива, остроумна и образована. Да. Я бы тебя ни за что с ней не познакомила. Я готова ради тебя на жертву, но всему есть предел. Лаура Дамбриэн, без жидников, а? Да, кстати, с первого. Да, Лаура Дамбриэн, как ты назвал, ты моя жена, когда настанешь ее мужем. И то, правда. Мне кажется, что твоя присталка вверху из-за огромное впечатление на того, чтобы пустила, что ты не хочешь, чтобы я о тебе говорила. Это на кого же? На привидение, призрала, фантом. На твоего будущего тестя, в конце концов, его дочка графиня, но он спит и видит эту свадьбу. Вы что здесь делаете? В дверь звонили? Ну на дверь не открывайте немедленно, чего же вы ждете? А если это он?